Программу сделали «Спорт во дворы» и «Утренняя зарядка», которую мы проводили прошлой осенью. Мы стартовали, у нас есть волонтерское движение, достаточно серьезное в колонне. Они подтянули ребят молодых и вот здесь, на площадке, делали, знаете, как флешмоб утренней зарядки. В 8 утра собрались все и перед Ледовым здесь сначала, а потом все вышли на коньки и тут уже соревнования на коньках выходили. Почему Ледовый? Потому что он, наверное, самый востребованный сегодняшний день. Достаточно много людей ходит кататься на коньках. Вот сейчас мы на хоккейной лиге, ребята занимаются здесь, тренируются на этом льду, играют. И в «Озеров лед» снимают за свои деньги, да, тренируются там. Очень много команд, которые и в городе, и в районе сегодняшний день увлекаются хоккеем. Плюс еще футбол. И проходят достаточно серьезные соревнования. У нас есть федерация футбола. Частично она финансируется из бюджета. Частично деньги спонсоров, которые готовы вкладывать в развитие, скажем, жизни спорта и всего остального. Кроме этого, могу сказать, что в колонне очень серьезно развит мотоспорт. Вот так, в принципе, сейчас нацелена... До этого была нацелена программа массового спорта, не спорта великих достижений, а именно массового, чтобы привлечь людей и как можно больше людей затащить в занятия спортом. Нет хороших залов для занятий. Легкой атлетикой, бейболом, баскетболом. Проблематика такая есть, его надо отрабатывать. Что касается дворов, за дворами мы работаем. Больше, чем 10% в год в этом году мы уже заложили и благоустраивают. Продолжаем. Подвел нас подрядчик по прошлому году. Из 29 дворов мы не приняли 5. Кроме этого, мы вошли в большую программу. Сейчас разрабатываются два проекта. Пешеходную зону по старой части. Все-таки мы вошли в топ-10 исторических туристических маршрутов. И нас включили в программу ФИФА. Посещение ФИФА 18-й год. Соответственно, благоустройство территории старой части города. Большой маршрут был сделан от трамвайной остановки 3-го интернационала и Пятницкими воротами заканчивая. Там два сквера, пешеходные зоны. И плюс второй маршрут, который пойдет от станции Коломна. Это ЖД-станция. Это будет пешеходный маршрут и веломаршрут. Также до Пятницких ворот, до исторической части города. Закольцовываем их немножко и создаем такую среду для развития туризма.